Михаил Ланцов, Лжедмитрий, Игра за престол Пролог 11 сентября 1603 года, окрестности Москвы «Твою же мать!» – раздраженно воскликнул Дмитрий. Выехав за очередной поворот дороги, он наткнулся на настоящее сражение. Где-то сотню стрельцов отбивались от пестро одетой толпы. Примечание. Стрельцы – первые части русского царства, вооруженные огнестрельным оружием. Были пешие и конные, стремянные. Какая-то их часть была сведена в первые регулярные воинские формации России. Большинство нападающих выглядели натурально, как бродяги, но имелись и неплохо прикинутые кадры. Стрельцы рубились холодным оружием, отбросив пищали. Наверное, поэтому Дмитрий ничего и не заметил. Сильный ветер в спину сносил звуки в сторону и мешал использовать фитильные пищали, а густой подлесок глушил остатки шума. А ведь как все хорошо начиналось. Реконструкторы планировали провести недалеко от Смоленска маневры, посвященные эпохе Алексея Михайловича. Примечание. Алексей Михайлович, 1629-1676, второй русский царь из династии Романовых, правил в 1645-1676 годах. Стрельцы, полки нового строя, классические европейские наемники и все такое. Примечание. Полки нового солдатского, рейтерского и прочего строя. На протяжении всего 17 века в русском царстве проходили последовательные попытки преобразовать вооруженные силы по передовому образцу. В 1609, 1630, 1638 годах и далее, вплоть до реформ Петра Великого, завершившего столь важное дело. Да, с пальбой из пушек и массой красочного антуража. Вот Дмитрий и пристроился. Его комплект рейтера из Южной Германии времен 30-летней войны был исключительно хорош. Примечание. Рейтеры. Наемные конные полки Европы 16-17 веков, носившие не только хороший доспех, как и киросиры, но и вооруженные несколькими тяжелыми крупнокалиберными пистолетами, представляли собой тяжелую стрелковую кавалерию. Примечание. 30-летняя война, военно-религиозный конфликт в Европе с 1618 по 1648 годы, в которые были вовлечены практически все державы Европы. Сражения шли преимущественно в Священной Римской империи. Даже слишком. Вот он и решил добавить к этому антуражу еще и эффектное появление. Выгрузил заранее лошадь со снаряжением, облачился и направился к месту сбора своим ходом, благо что машины было кому отогнать и без него. Ну а что? Отличный план. Все люди как люди приезжают на колесах и лихорадочно вливаются, а он весь из себя аутентичный, вырулит на своем четвероногом транспорте из-под леска. Пыли, поту и паутине. Так, словно действительно совершил дальний переход. Кто же знал, куда выведет его тот странно густой туман. Поначалу-то ему даже понравилось первые пару часов. Такая реалистичность. Он ехал и нахваливал организаторов за то, как они классно и ответственно подошли к вопросу в этот раз. Вон даже актеров массовки набрали колоритных, где только нашли. Но вся эйфория мгновенно исчезла из его головы после того, как Дмитрий наткнулся на первого повешенного. И тут парня проняло. С трупом был явный перебор. Он хорошо знал организаторов. Они бы никогда так не пошутили. А этот несчастный болтался в петле уже не первый день, ибо воняло от него нещадно. Да и вранье слегка отличилось. За те несколько минут, что он в ужасе рассматривал висельника, у Димы в голове с паническими воплями пролетела вся его недолгая жизнь. Раннее детство у бабушки в Угличе, ее смерть, ссылка в элитный интернат в Шейцарии. Родители не хотели с ним возиться, вот и отправили. Творца там из него не воспитали, но образование он получил очень качественное, а главное комплексное. Казарменное положение позволяло прекрасно сочетать полное вовлечение с очень интенсивным графиком. Ни одна обычная школа ничего подобного даже близко не даст. Четыре европейских языка свободно. Классические языки на уровне крепкого середнячка. Естественные, гуманитарные и точные науки на уровне достаточном, чтобы поступить в любой вуз мира. А потом родители развелись. И Дмитрий не выдержал. Он взбунтовался и послал все ко всем чертям. В пику родительским советам он вернулся в Россию, где сам поступил в Бауманку. И это при том, что теплое место в Оксфорде ему уже было обеспечено. Но ни папу, ни маму он даже слышать не хотел до такой степени, что даже увлечение свое выбрал им назло. Вместо тенниса и гольфа занялся военно-исторической реконструкцией, историческим фехтованием, верховой ездой, качалкой и так далее. Причем истово, крепко, основательно. Благо деньги позволяли. Родители охотно откупались от сына, ставшего таким неудобным. Семь дней прошло с тех пор, как парень забрался в странный туман. Он уже успел обрасти щетиной, покрыться грязью, потом и дорожной пылью. Но главное, полностью убедился в том, что все вокруг не глупый розыгрыш. Слишком много там оказалось боли и смерти, а еще и грязи и непроходимой бедности. Люди вокруг реально голодали. Поначалу он не верил своим глазам, пока не попытался в шутку снять юную крестьянку за сытный ужин. А она взяла и охотно согласилась. Стыдно было так, что Дима готов был сквозь землю провалиться. Но отказываться было поздно, да и неловко. Наверное, тогда ночью, чувствуя под боком тепло молоденькой изможденной девушки, он и осознал весь ужас сложившейся ситуации. Наутро он проснулся с жутким настроением. Девчонке дал в подарок серебряную копейку и отпустил с миром и искренним счастьем в глазах. Примечание. Позиционируясь на роль западноевропейского наемника русского царства, Дмитрий не поскупился сделать себе в достатке реплик монет как Священной Римской империи, так и Русского царства конца XVI-начала XVII века. Серебряные копейки и серебряные крейцеры были основным объемом таких монет. Хотя имелось несколько крупных монет, как золотых, так и серебряных, Само собой, эти монеты были не в подвесном кошельке, а аутентично припрятаны в поясе, одежде и поклаже. А сам стал присматриваться, тщетно выискивая следы современной цивилизации. Но бестолку. Кое-как выяснил, какой год на дворе, да прочие важные подробности. И чем больше узнавал, тем сильнее в его душе нарастали панические нотки. Как он сюда попал? Можно ли вернуться? А если нет, то как дальше жить? Ведь это только в сказках попадание в прошлое красиво и приятно. Дмитрий-то историю знал неплохо. Он прекрасно представлял, какой кошмар его ожидает в ближайшем будущем. Одеваться особенно некуда. В Европе уже гремят религиозные войны. В России смута, да и после нее не сахар. Хотя когда в России было иначе? А главное, по всей планете разгул смертей, болезней и голода. Под ручку с вопиющей антисанитарией. И практически полным отсутствием хоть сколь-либо адекватной медицинской помощи. Зуб заболел? Рви немедля. Если повезет, только один потеряешь. Заболел простудой? Молись и кайся, ибо время твое пришло. Сказка, а не жизнь. Блин. И вот теперь он наткнулся на самый натуральный бой. Лезть в сражение совсем не хотелось. Да, тренера у него были, дай боже, но одно дело тренировки и учебные бои, и совсем другое реальная свалка. Никто это еще не слышал о героически погибшем экипаже тренажера. А вот о тех, кто глупо и бездарно сложил свою голову в сражениях, сплошь и рядом. Окинув взором поле боя и оценив расклад, Дмитрий пришел к выводу, что перед ним неплохо спланированная засада на маршевую колонну стрельцов. Он даже конного командира, что явно возглавлял движение, отрезали от остальных бойцов и дожимают массой. Дерется тот славно, но шансы не в его пользу. Слишком уж много врагов. Бунт очень на то похожа. Возможно, очередное крестьянское выступление, такие напасти, как он помнил, случались довольно часто. Иван Федорович был в отчаянии. Примечание. Басманов Иван Федорович, дворянин при дворе русских царей Федора Первого и Бориса Первого, царский окольничий и воеводы Рязанские периода смутного времени. Был сыном опричника Федора Басманова, фаворита Ивана Грозного, впавшего в немилость и казненного, когда Иван был еще младенцем. Был воспитан Голицыным, который взял в жены его мать. В августе 1603 года выступил с сотней стрельцов против бунтаря Хлопка Косолапа. В сентябре того же года, попав в засаду войск Хлопка, погиб. Однако армию Косолапа разбили с большими потерями для стрельцов. Его самого пленили и позже казнили. Силы стремительно утекали из него, а разбойники грамотно изматывали, особо не суясь под саблю. То ли издевались, то ли в плен взять хотели. И тут, когда окольничий уже хотел броситься на чей-либо клинок, дабы избежать позорных пыток разбойных, из-за поворота дороги появился всадник в черном доспехе. Типичный рейтор. Их-то Иван видел неоднократно, ибо к царю Борису Федоровичу много иноземцев ехало на службу. Но да то неважно. Увидел. И больше на рефлексах крикнул. На помощь! Дмитрий вздрогнул. Этот неизвестный воин, что с трудом отбивался от грамотно наседающих повстанцев, явно кричал ему. Ну а кому еще? Стрельцам его отряда к нему не пробиться. У самих беда. Вон уже два десятка на земле лежат. И это и сотни. Проклятье процедил парень сквозь зубы. Вступать в заведомо безнадежный бой не хотелось. Но и отступать как-то стало неловко. Воин он или где? Если там, в 21 веке, Дмитрий, не задумываясь, выбрал второй вариант, то здесь и сейчас он оказался к этому не готов. Стыд и неловкость. Тем более, что разум охотно подыскивал ему оправдание для глупости. Ведь повстанцы, вырезав стрельцов, могут из-за свидетелей взяться. Особенно за тех, кто убежал недостаточно далеко и имел что-нибудь ценное при себе. Секунда. Вторая. Третья. Дмитрий поморщился словно от зубной боли и пришпорил коня, атакуя. Безумие. Сущее безумие. До врагов оставалось метров пятьдесят, сорок, тридцать, двадцать. Дмитрий молча притормозил, закладывая вираж своим копытным транспортом и выхватывая из седельной кобуры основное оружие рейтера. Бах! Раздался первый выстрел. Секунда. Другая. Третья. Бах! Раздался второй выстрел. И двуствольный рейд-пистоль отправился в седельную кобуру, а рука уже потянулась за следующим. Примечание. Рейд-пистоль – тяжелый пистолет, занимавший промежуточное положение между, собственно, пистолетом и карабином. Назван в честь рейтеров, которые им преимущественно и вооружались. Бах! Бах! И второй пистолет залетает обратно в кобуру. Дмитрий ловко разворачивается и выхватывает следующий рейд-пистоль левой рукой. Бах! Бах! Минуты не прошло, как внезапно появившийся на дороге рейтер сделал шесть выстрелов. Примечание. Дмитрий имел арсенал довольно опытного рейтера. Кроме холодного оружия в его распоряжении была легкая аркибуза, три двуствольных тяжелых седельных рейтерских пистолета, два малых легких пистолета самообороны. Все огнестрельное оружие выполнено в едином стиле одним мастером и было оснащено довольно совершенными колесцовыми замками, сменными коморами и было нарезным. Конечно, все оружие являлось холощенным, но предельно формально, а потому легко приводилось к бою на коленке в полевых условиях. Неожиданных. Особенно для бунтарей, надеявшихся, что по такой погоде никто стрелять не станет. А потом, видя, что круг противников вокруг командира стрельцов как-то рассыпался и пал духом, выхватил рейд-шверт и атаковал с короткого разгона. Примечание. Рейд-шверт – рейтерский меч с длинным клинком и развитой гардой. Все так же молча и сосредоточенно. И, надо сказать, своевременно – коня у Ивана Федоровича уже убили. Едва успел соскочить. Самого пару раз легко ранили и совершенно загоняли. Еще бы минута-другая, и все, пришел бы ему конец. Тяжело, но привычно для воина тех лет. Для Дмитрия же этот бой был потрясением. Как-никак первый раз не только убивал людей, но и живую плоть рубил. Но сильно затяжной рубка не вышла. Несколько взмахов рейд-шверта, и вокруг Дмитрия образовалась пустота, ибо та часть отряда, что наседала на командира стрельцов, или полегла, или разбежалась в панике. Кто-то от опушки что-то прокричал, махая руками, указывая в сторону рейтера. Дмитрий, недолго думая, выхватил штуцер, притороченный к седлу, и выстрелил по очевидному командиру этого отряда. От греха подальше. Попал. Вот только не убил, пуля зацепила бедро. Видя, что битвы даже не думают утихать, а у противника все еще остается численное преимущество, Дмитрий сделал то, что первое пришло в голову. Держась дистанции, принялся перезаряжать свои рейд-пистоли. Благо, что для каждого ствола было подготовлено по три запасные сменные коморы. Рейд-арон, или где? Бах! Бах! Вновь запели рейд-пистоли в его руках, скашивая наиболее крепких и умелых бунтовщиков с одного из флангов. Стрельцы же, взбодрившись, сделали свою работу. Два двуствольных рейд-пистоля были заряжены, третий работал, а то мало ли. Да, отдышавшийся Иван Федорович встал у стремени рейтера, прикрывая того своей саблей. Но все одно, осторожность не повредит. Бах! Бах! Вновь разнеслись над лесом выстрелы, уронившие тех бунтовщиков, что пытались командовать или отличались особыми боевыми навыками. Стрельцы взбодрились и усилили натиск. Бах! Бах! Продолжил стрелять Дмитрий следующие несколько минут. И только когда заряженные коморы крейд-пистолем кончились, он замер. Что дальше делать? Лезть в ближний бой? Нафиг! Опасно очень. Уходить? Возможно, но одна беда. Командир стрельцов едва стоял на ногах, удерживаясь за стремя от падения. Стоило ли его спасать, чтобы вот так глупо бросить? Некрасиво. Да и появление рейтера, атаковавшего бунтовщиков, явно воодушевило стрельцов. Поэтому Дмитрий выхватил штуцер и спешно его перезарядил. Ведь там, на опушке леса, кто-то пытался эвакуировать подстреленного здоровяка. Плохая идея. Бах! И бунтовщик в довольно дорогой одежде упал прямо на своего вождя, получив пулю в спину. Бах! Терец! Явно с чужого плеча не спас его. Снова лихорадочная перезарядка. Бах! И второй прилично прикинутый бунтовщик упал сломанной куклой. Бах! Но окружение вождя, очевидно, пыталось вытащить своего командира из очевидно неудачного нападения. И их оказалось гораздо больше, чем заряженных комор для аркебузы. Поэтому, понимая, что взять в плен лидера бунтовщиков не удастся, Дмитрий просто всадил еще одну пулю в ВИПа. На этот раз удачно и своевременно. Он только взобрался на небольшой пригорок при помощи соратников. Как пуля разнесла ему голову, словно зрелую тыкву. Прямо на глазах у всех. Стрельцы радостно взревели, усилив натиск. Бунтовщики побежали. Уж больно большими оказались их потери. А жертва, на которую расставляли капкан, оказалась не по зубам охотнику. Дмитрий молодцевато соскочил с коня и принялся его осматривать. Животное ценное. Раны ему были совершенно ни к чему. — Благодарю, — хрипло произнес Иван Федорович. — По гроб жизни буду обязан. Не за что, — с легким раздражением ответил парень, понимая, что перевел кучу хорошего пороха и свинца. Если это действительно самое начало XVII века, с этими товарами будет изрядная морока. Особенно с порохом, который в эти годы весьма поганый. Да, он спас жизни, служил им людям, но сам того не желая. На дворе ведь смутное время, и как там дальше повернется одной к холисе, известно. Займешь по доброте душевной не ту сторону. И привет, крепкий сук с петлей из грубой веревки. Кто это был? — Разбойный люд хлопка косолапа. Тот, что у опушки пал, наверное, косолапа есть. — Верно, он, — ответил командир стрелецкой сотни и протянул Дмитрию руку. — Иван. — Дмитрий, — ответил наш герой и, чуть помедлив, ответил на приветственный жест, после чего расстегнул ремешок на шлеме и снял его. Жарко, перенервничал. — Вы чего? — напрягся Дима, краем глаза заметив, как следом за Иваном лица меняются у стрельцов в возрасте. И не только лица. Все как-то подобрались, поднялись с земли, куда расселись, дух перевести. Одежду спешно оправляют и от грязи обмахивают. Так это, заломив шапку, попытался связать хоть два слова с самой старой из стрельцов. — Причудилось, что? — Причудилось, — взглотнув комок, подступивший к горлу, произнес Басманов. — Причудилось, Дмитрий Иванович. — Я тебе своего отчества не говорил, — причурился Дима, нехорошо сверкнув своими ярко-голубыми глазами, ставшими вмиг жесткими и невероятно холодными. — Обознались, что ли? — И то, верно, — охотно кивнул Иван Федорович. — Обознались мы, обознались. И стрельцы его поддержали, закивав болванчиками. Дима довольно хорошо знал эпоху, поэтому вся эта игра ему совсем не понравилась. Тем более, что, по его мнению, на младшего сына Ивана Свет Грозного он совсем не походил. Насколько Дмитрий знал, последнего удельного князя считали черноволосым и грацильно худощавым, но там сложно гадать, умер-то крайне рано. Однако ничего близкого к его вьющимся рыжим волосам, большому росту и крепкому телосложению он явно не имел. Да и вообще такие игры крайне опасны, особенно в смутное время, но их к лешему. Иноземец Рейтер, ищущий удачи и точка. А если припекать станет, бежать. Он бы и сейчас уже постарался сделать ноги, да только не факт, что добежит до канадской границы. Местные совершенно точно посчитают его тем самым, и дальнейшая его судьба может оказаться весьма и весьма печальной. Пошлют голубям письмо в Смоленск, и все, финиш. Они-то, местные бурьяны, знают, как свои пять пальцев. Не уйдешь.